КОВИД-19 КОВИД-19 за пределами Крыма В республике официально объявлен карантин. В каком режиме продолжает вещание Миллет? Скорая помощь за 5,5 млн. рублей. В Крыму появился первый реанимобиль Какие продукты питания самые востребованные в период карантина? Волонтёры продолжают помогать пенсионерам. Привозят на дом самое необходимое В Крыму появился первый реанимобиль-автомобиль класса С. Он уже доставлен в Республиканский Центр медицины катастрофы и скорой медпомощи. Машина предназначена для перевозки людей, которые заразились коронавирусом или с подозрениями на него. Стоимость медицинского комплекса на колесах почти 5,5 млн. рублей. В чём его уникальность, расскажет Диана Бекмамбетова. Вентиляция лёгких пациентам с поражением лёгких типа пневмонии или острого респираторного дистрекса дроба. Оборудование по последнему вызову времени. Новейшим аппаратом оснащён автомобиль скорой для больных коронавирусом. Инфицированные получат максимальный уровень медицинской помощи. «Оснащён, по сути, самым передовым оборудованием для искусственной вентиляции лёгких. Это аппараты фирмы Гамильтон. Для специалистов это название звучит лучше, как «Мерседес в классе автомобиля». Это мировые лидеры. «Это специальный бокс. Сюда помещается пациент с подозрением на коронавирус». Усиленная биологическая защита и масса дополнительного оборудования. Специалисты учли меры по борьбе с вирусом. В боксе для больных есть многоуровневая фильтрация воздуха. «Тут он обладает системой вентиляции, благодаря которой находящиеся вокруг него медработники и другие люди не дышат тем воздухом, которым дышит пациент». Так выглядит автомобиль класса «С» внутри. Есть переговорное устройство. Это рация, по которой связываются между собой кабина водителя и салон. Таким образом полностью исключается контакт больного человека со здоровыми людьми. Автомобили отечественного производства. Такие модели выпускает Ульяновский завод. Крым стал первым субъектом, который получил технику подобного уровня. «Перспективы мы, конечно, стараемся сделать так, чтобы каждый медицинский округ, у нас их в Крыму семь, получил минимум два таких автомобиля. Поэтому я надеюсь, что наши медработники будут трудиться в самых лучших, вообще возможных условиях». Реанимобиль выйдет на дороги Симферополя уже завтра. «Наша задача – доставить пациента в специализированный госпиталь. Поэтому есть специализированный бокс теперь у нас, есть новый аппарат ИВЛ усиленный, которых единицы сейчас в Крыму. Это очень хорошая подмога». Еще два специальных автомобиля скорой помощи завезут в Крым в течение 10 дней. Наши соотечественники из-за пределов Крыма делятся ситуацией, сложившейся с COVID-19. Они прислали нам видео из солнечной Турции, Италии, где на сегодняшний день ситуация одна из самых критичных. А также о карантине в регионах России смотрите наш следующий сюжет. «Улочки пустые, чистые пустые улочки. Но наш характерист, он работает всегда. Без него никак. То есть все равно дороги чинят, все равно как-то потихонечку работа идет, несмотря на этот страшный вирус». Это фрагмент видео из Турции. Населенный пункт Махмутлар в Алании. Безлюдные, нет привычной суеты. «Когда не было карантина, здесь просто было не протолкнуться. На данный момент сейчас у нас все пусто. И даже трасса заполнена не до такой степени. Вот. То есть раньше были разрешены пикники прямо вдоль моря. Но на данный момент вот такая вот ситуация, потому что людей штрафуют. 30 тысяч. Вот я вышла на свой страх и риск». Сотрудники местных супермаркетов расфасовали по пакетам все овощи и фрукты. Детские площадки на улицах оградили лентой. «Вот из-за этого вируса я не слышу детский смех, детский плач, крики, эти счастливые оры. И вот смотрите, вот написано, сейчас я вам покажу. Вот видите, все огорожено. И вот такая табличка, да, что призывает людей оставаться дома, да, прям просят. Давайте будем все-таки соблюдать меры предосторожности, не думать, что вирус нас обойдет, да, нас не коснется и тому подобное. Нужно беречь себя и все-таки соблюдать меры карантина». Наиболее сложная ситуация с коронавирусом сейчас в США, Италии, Испании и других европейских странах. На Пенинах с начала эпидемии погибли более 12 тысяч человек, что поставило Италию на первое место по количеству жертв вируса. Врачи работают круглосуточно, улицы опустили, транспорт почти пустой, в магазины пускают по очереди, а это снимать запрещают. В Италии немножко приостановилась зараженность людей этим коронавирусом и смертность. Селям алейкум, Крым. Живем в Московской области, в городе Люберце. Вот так вот выглядят наши улицы сейчас. Людей нет, машин нет. Улицы пустые, люди сидят на карантине. Это уже наши соотечественники из Москвы и Московской области. Первый случай заражения коронавирусной инфекцией здесь был зафиксирован месяц назад. Заболевшим оказался мужчина, прилетевший из Италии. В стране введен карантин. Спустя месяц около трех тысяч зараженных. Россияне не паникуют, стараются все соблюдать режим самоизоляции. На улице практически никого. Ну так, пара-тройка людей встретишь, которые тоже так же, как и я, вышли срочно в магазин. Либо идут с работы, потому что не всех посадили на карантин. Детская площадка. Вот так вот перекрыли лентой. Республика Адыгея. Здесь, как и по всей стране, жители остаются дома. В Адыгея ситуация, впрочем, как и в других регионах страны. Введен режим карантина. Выходить и выезжать из дома можно только в разрешенных ситуациях. Сколько это продлится, мы не знаем. Особой паники среди людей нет. Большинство все-таки соблюдает меры предосторожности. Берегите себя и своих близких. Соблюдайте режим карантина. А это Махачкала, столица Дагестана. Здесь 25 случаев зараженных. Многие города республики закрыты. На въездах и выездах дежурят сотрудники полиции. Вот эта объездная трасса, которая идет через Агачаул сюда, в Махачкалу. Вот эта трасса, которая идет через Ленинген, с Войнарска. Тут на недостроенном мосту, по недостроенной дороге тоже вот. Некоторые пытаются проехать. Не получается, везде стоят ДПС. Крым. С сегодняшнего дня в республике объявлен карантин. Власти полуострова обращаются ко всем с просьбой оставаться дома. На передовой врачи и волонтеры. Пожилые люди могут обратиться к добровольцам с просьбой доставить лекарства или продукты. Транспорт ходит редко. Помните, сейчас важно максимально соблюдать режим карантина. Не выходить из дома без острой необходимости. Лучше переждать этот период, чтобы снова вернуться к привычному образу жизни. София Шукурова, телеканал Миллет. Выдача паспортов, назначение и выплата пособия, оформление земельных участков. Получить эти и другие услуги в МФЦ теперь можно только по предварительной записи. Такие меры действуют с 30 марта из-за угрозы коронавирусной инфекции. Чтобы попасть в центр МАИ-документы, нужен талон электронной очереди. Запись доступна на официальном портале ведомства. В администрации Симферополя приостановлен личный прием граждан. Теперь обращения жителей города принимаются только в письменном и электронном варианте. Электронные адреса можно найти на официальном сайте администрации. Письменное обращение можно опустить в почтовый ящик прямо при входе в здание или отправить почтой Крыма по адресу, который вы видите на своих экранах. В крупнейших аэропортах России объем перевозок снизился на 70%. Об этом сообщила Международная ассоциация аэропортов. С 1 по 5 апреля будет отменено до 55% ранее запланированных рейсов. Как это отразится на работе аэропорта Симферополь. Значительное сокращение рейсов прогнозируется в течение всего апреля 2020 года и далее. Сокращение количества рейсов связано с резким падением пассажиропотока в аэропорту Симферополь. Сдачу ЕГЭ перенесли на 8 июня. Основной госэкзамен для 9 классов пройдет 9 июня. Такое решение приняли в Министерстве просвещения из-за пандемии. Министерство образования, науки и молодежи Крыма организует перерегистрацию участников с досрочного на основной период проведения. К этому потоку присоединятся около 32 тысяч досрочников. Поэтому сдвинутся сроки и вступительной кампании в ВУЗы. Сейчас Рособранадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время. Во всех регионах работают горячие линии Министерства просвещения. Номер выведен на экраны ваших телевизоров. Напомним, ранее единый госэкзамен был запланирован на 25 мая, основной на 22. Медицинские одноразовые и многоразовые маски – тренд весны 2020 года. В то время, когда в аптеках их найти крайне сложно, маски шьют дома и на фабриках. Одни для продажи, другие раздают бесплатно. Подробности о крымских производителях у Эльмаса Блакимовой. В бывшем цеху по производству кожаных сумок кипит работа. Только шьют не модный женский аксессуар, а одноразовые маски. Берем заготовку, кусочек материала у нас нарезанный, складываем его в два раза, делаем складочку для объема и пристрачиваем по краям резинку. На пошив маски швея тратит две минуты за день. Один работник изготавливает более ста штук. Маски делают только для волонтеров и тех, кто вынужден работать в условиях карантина. Маски отшиваются бесплатно, разводятся по штабам волонтеров для того, чтобы обеспечить людей, которые разводят еду, лекарства нашим старичкам, нуждающимся, одноразовая маска. Материал тот же, что и для медицинских. Спанбон, только другого цвета и с большей плотностью. Дмитрий Саханьков один из активистов. Его предприятие поставляет ткань для масок. Он и автор нового изобретения – клипсы. На мне маска с этими клипсами. Мы их снимаем. Тут же легко разбираем, если посмотрите, сменный блок. Сменный блок выкидываем. Он по аналогии с маской медицинской эксплуатируется в течение двух-трех часов, не более. Клипсы, как прищепки, держит ткань маски. Их изготавливают на 3D-принтере. На одну деталь полтора часа работы техники в день получают до 40 штук. Чтобы помочь еще большему количеству людей, Дмитрий планирует поставить производство на конвейер и получить патент. Трафарет, резинка и кусочек ткани. Бязь, лен или хлопок – все, что нужно, чтобы изготовить маску в домашних условиях. Лилия Ситмеметова разрезает ткань и делает заготовку для многоразового средства защиты. Несколько простых движений и спустя 10 минут маска готова. В принципе, весь процесс несложный. И каждая девушка, которая может держать в руках иголку с ниткой, она сможет для себя, для своих близких пошить и изготовить подобную масочку. Преимущество тряпичной маски в том, что она многоразовая. После использования ее можно постирать и отпарить, а потом надеть снова. В сегодняшних условиях важно помнить, что маски – это не лекарство от болезни, а способ уменьшить риск, обезопасив себя и окружающих. Альмас Аблакимова, Рафаэль Вакидов, Виталий Голубев. Телеканал Миллет. Продукты, предметы, гигиены, овощи и фрукты прямо к дому. Вот так крымские волонтеры ОНФ на период эпидемии коронавируса помогают пожилым людям и гражданам, живущим далеко от города. Подробнее о благотворительности расскажет наш корреспондент Мухаммед Декиреев. Волонтеры Общероссийского народного фронта обсуждают, какие покупки они будут делать сегодня. Мы идем, ты покупаешь по своему списку, а потом я покупаю по своему. У тебя список меньше, ты как купишь, пойдешь на кассу, если что, придешь еще мне помочь. Они заранее составили список и по нему выбирают все самое свежее. Мы стараемся не подвести наших людей, которым мы оказываем помощь, поэтому мы следим за сроками, особенно если какие-то молочные продукты, на них очень важен срок. Мы смотрим, проверяем, заранее согласовываем с человеком, важна ли ему конкретная марка или это что-то может быть на наш выбор средней ценовой категории. Сегодня повышенным спросом пользуются лимоны и имбирь. За неделю цены на них поднялись в несколько раз. 325 рублей. Я хочу сказать, что это гораздо дешевле, чем в больших маркетах в Симферополе на сегодняшний день. Отличная цена. Поиски нужных товаров закончились. Следующий этап – доставка. И заслужив вся ситуация из-за коронавируса вот таким вот способом, волонтеры помогают жителям Симферопольского района, привозят им продукты прямо к дому. Жительница села Перевальная Татьяна Данилова долгое время живет без мужа. Дети переехали в город. По состоянию здоровья не может самостоятельно приобретать товары первой необходимости. Поэтому решила воспользоваться помощью волонтеров, позвонив на горячую линию. Ну, в связи с сложившейся ситуацией с коронавирусом, конечно, лучше сидеть дома, никуда не выезжать. И я, в общем-то, придерживаюсь, прислушиваюсь к этому, поэтому никуда не выезжаю. Ежедневно с 8 утра и до 6 вечера добровольцы обеспечивают нуждающихся жителей республики продуктами питания. За заставку необходимых товаров деньги не берут. На время карантина активисты рекомендуют гражданам республики оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции для своей же безопасности. Мухаммад Зекиряев, Эрмин Амиралиев, телеканал Милет. Народные средства для укрепления иммунитета сейчас пользуются большим спросом. Лимон, имбирь и чеснок покупают чаще основных продуктов питания. И даже за предельно высокие цены не пугают крымчан. За сколько можно приобрести противовирусные товары, знает Севиля Меметова. Торговый с 2008 года такой первый раз. И так как бы торговля с каждым годом падает. В связи с этим, допустим, у нас 7-8. На прилавке Ахмеда Джумабоева лимоны, мандарины, огурцы и помидоры. Все свежее и недорогое. В какую цену лимон? 185-180 рублей. Две фирмы, два вида. А в целом поднялись ли цены на продукты, если в общем брать? Ну, чуть-чуть. Где-то на процентов 10-5-10 процентов. Во всех магазинах и рынках Симферополя лимоны подорожали в 4 раза. Если раньше эти цитрусовые стоили от 100 до 140 рублей за килограмм, то в течение последних дней цена выросла до 450 рублей. А в некоторых местах до 500. Если рынки города Симферополя, там, либо называть, когда розничные продают по 450, это более вопрос к этим рынкам, а не к нам. То есть у нас цена, как бы с ней все адекватно. 200 рублей лимон. Но если будет идеально, то 300. Это оптовая цена от ящика. А вот в Евпатории есть и те, кто раздает лимоны бесплатно. Большинство торговых сетей Крыма скупляется именно здесь. Привоз работает в обычном режиме товара. Более чем достаточно. Здесь тысячи тонн продукции. Цены доступные. В республике ввели дополнительные ограничения перемещения граждан и грузов. Все они опубликованы на сайте правительства Крыма. По этим рекомендациям работает и оптовый рынок привоз. Использование специальных документов. Это прежде всего справки работодателя, а также справки отправителя грузов. То есть без них перемещаться люди не смогут. Сюда проверяющие приезжают каждый день. Основные требования – дезинфекция, маски и наличие ценника на каждом товаре. При нарушениях штрафы и даже запрет продолжать торговлю. Приехав на рынок Московский на Москальце, мы как раз попали на санитарный час, который длится с 12 до часу дня. Специальным раствором здесь обрабатываются все торговые точки и прилегающая территория. В это время торговля приостановлена. Работают только продуктовые точки. Все остальные бутики закрыты. А это Куйбышевский рынок. Здесь уже другая ценовая политика. Уже на входе нас встречает табличка «Стоимость килограмма имбиря – 3000 рублей». Почему такая завышенная цена? Не знаю, такая закупка большая. Ажиотаж вокруг этого растения появился именно в период распространения пандемии. Люди стали массово закупать его для укрепления иммунитета. А чеснок в каком цена? Чеснок 380 килограмм молодой. 20 рублей штучка старой. Цены на остальные овощи и фрукты остались прежними. Нету людей. Цены? Нет, на мою продукцию нет. То, что привозят, завозят. Ну да, там чуть есть подняться. Сами все здесь выращивают? Вот это все абсолютно невозможно какой-то одной семье выращивать. Есть кое-какие позиции со своего огорода? Ну, в основном это петрушка, салат, лук – это со своего огорода. Кое-что выращивают родственники, кое-что знакомые, соседи. На прилавках нет дефицита круп. Гречка снова в изобилии по доступной цене. Продуктов-то достаточно. А вот покупателей почти нет. Большинство сидят дома и выходят на улицу только по острой необходимости. Вот мы, например, сейчас идем в магазин. За продуктами? Естественно, за продуктами. И, судя по всему, главное, чтобы сейчас цены еще не взвинтили. Из-за того, что люди, как говорится, кому война, кому мать родная. Кому вирус, а кто хочет себе поднимать цены. Несмотря на указ главы республики о постоянном мониторинге цен на продукты первой необходимости, некоторые частные предприниматели и дальше продолжают завышать цены. Но власти обещают проверять их работу и дальше. Одни из самых распространенных точек торговли – это подземные переходы. Сегодня все они пустые. Бутики с цветами, бижутерией и бытовой техникой – все под замком. А раньше здесь процветала стихийная торговля. Сейчас и она на карантине. А пока закрыты спортзалы и фитнес-клубы. Крымские спортсмены призывают жителей республики поддерживать физическую форму дома. Видеотренировок в новых условиях они разместили в соцсетях. А самоизоляция использует сюжет Мухаммеда Зекиряева. Без гантелей, штанг и тренажеров. Этот всем известный спортивный инвентарь чемпион мира и Европы по армспорту Ленур Катаев на время карантина заменил на подручные средства. В качестве отягощения у нас бутыли с водой, как я вчера показывал на приседаниях к плие. И рукоятка в данном случае у меня от пылесоса. Итак, закрепляем рукоятку. У нас получилась такая своеобразная штанга. Теперь подходим в притык, прогибаем поясницу. И на выдохе выпрямляемся, сводя лопатки в верхней точке. Сначала самоизоляция армрестлер ежедневно публикует видео о домашних тренировках в социальных сетях. Вот, и вместо лавочки, на которую будем упираться, у нас два стула. Итак, коленом упираемся на один стул, рукой упираемся на второй. Далее ногу берем, уводим в сторону для крепкого упора. Берем бутыль, спину держим ровно. И на выдохе вдоль туловища тянем как можно выше. Во время отжиманий нужный вес спортсмену обеспечивают его племянники. В такой необычной обстановке Ленур Катаев поддерживает свою физическую форму и рассказывает своим подписчикам особенности выполнения каждого упражнения. На 100% это не заменит ленажерный зал, но если вы будете придерживаться тех рекомендаций, которые я даю в своих видео, то вы в принципе сможете сохранить какую-то оптимальную физическую форму, ну и поддерживать свое здоровье в условиях этого карантина. Соблюдает дистанционный режим и трехкратный чемпион всекрымского чемпионата по национальной борьбе Куреш имени Рустема Казакова и Зет Кадыров. С такой эпидемией лучше всем оставаться дома. Для этого нам понадобится два стула. Сейчас я вам продемонстрирую. Мы ставим эти два стула по ширине плеч, раздвигаем, становимся на диван и начинаем отжиматься. А эти два стула заменяют ему брусья. Главное правильно выполнить каждый подход. Всем мира и добра, здоровья, берегите всех близких, счастливо. Физическая активность нужна каждому. Спортсмены рекомендуют поддерживать себя в тонусе, соблюдать режим гигиены, пить больше воды и не подвергать риску свое здоровье. В Крыму объявлен карантин. Меры предосторожности ужесточатся. Многие приостановят свою рабочую деятельность. Но есть те, кто по-прежнему останется на передовой. Среди них и журналисты. Сюжет Альмаса Блакимовой о людях, которые выпускают эфир для вас. Севиля Меметова пишет текст сюжета о работе рынков перед выездом. Традиционный синопсис сценария репортажа. Главная идея узнать самой и рассказать, как в условиях карантина торгуют продуктами. Планируем проехать на Москальцо, Куйбышевский рынок, непосредственно заехать на Центральный рынок. Потому что мы знаем, что с сегодняшнего дня в Республике Крым карантин. То есть, даже если раньше были малые торговые точки, по идее, сегодня их не должно быть. Ну, проверим обстановку и в целом, конечно, будем спрашивать у людей, как они настроены, как переживают, сидят ли дома, соблюдают ли режим карантина. В условиях карантина журналисты продолжают следить за событиями и информировать жителей республики. Новости на телеканале Милет не прекращают свою работу. Стараемся вовремя выдавать нужную и, самое главное, важную информацию для вас. Работаем в прежнем режиме. Благодаря работе корреспондентов, редакторов, операторов и режиссеров монтажа люди узнают самые актуальные новости. Все дома сидят, только телевизор смотрят. Все должны проинформированы быть. Очень важно, чтобы до людей доносили как раз свою информацию о том, как вирус распространяется. Телевизор для чего нужен? Для того, чтобы узнавать все новости. Сотрудники СМИ всегда в центре событий. Те, кто не может попасть в офис, готовят материалы дома и, так сказать, выходят в эфир по-домашнему. Милет работает в режиме нон-стоп. В начале рабочего дня традиционный ритуал дезинфекции и проверка температуры тела. Работают не только новости, но и редакция художественных программ. Продолжить день можно с радио Ватан Сидаса. Голос Родины. Его слушают все те, кто за рулем или в своих домах ведущие. Общаются со слушателями в прямых эфирах. Работать в СМИ значит быть частью исполинского механизма. С множеством шестеренок и деталей вещать для огромной аудитории задача не из легких. Необычный для крымчан период карантина телеканал Милет перешел на новую сетку вещания. Мы транслируем прямой эфир оперативного штаба по предотвращению коронавирусной инфекции в Крыму. Также для людей, которые сейчас сидят дома, мы стараемся выбирать лучший контент, для того, чтобы они могли насладиться самыми лучшими передачами и интересными фильмами. Будь дома! С таким хэштегом в эфир выдаются все программы нашего канала. Оставайтесь с нами и берегите себя. Эльмас Аблакимова, Эрвин Миралиев, телеканал Милет. Это были самые важные, актуальные политические, экономические и социальные новости. Увидимся ровно через 7 дней. Приятного вечера и хорошей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова